Уже традиционный день знаний для воспитанников спортивных школ Новополоцкого ледового дворца выдался особенно насыщенным. За день надо успеть встретить и отпраздновать новый не только учебный год, но и спортивный сезон. Очень хочется, чтобы вот этот новый наш спортивный сезон принес больше побед, больше радости, ну и конечно же очень хочется уже медалей. Всегда, в первую очередь, хочется, чтобы любой спортсмен, который к нам пришел, он развивался как человек, как личность. Не только в спортивном плане, но и, наверное, в плане общения в коллективе, в плане отношения к старшим. То есть мы стараемся, да, чтобы дети развивались не только физически, но и были адаптированы именно к коллективу, именно к отношению к окружающим. Здесь новый спортивный год привыкли начинать символично, а главное красиво – открыть новый сезон. Разыграть первую шайбу удостоился еще совсем юный спортсмен из «Химика-2017» и уже опытный хоккеист из «Химика-2007». Под радостные удары клюшек о лёд. Первая шайба забита и сезон 2024 официально открыт. Встречая новое, не забыли и проводить старое. По итогам прошедшего сезона хоккеисты «Химика-2012» показали лучший результат, за что удостоились памятного сувенира. К слову, в этот день никто не остался без подарков. Каждому вручили сладкое угощение. Примечательно, что на торжественном мероприятии присутствовали еще и те, кто только начинает свою карьеру в большом спорте – малыши из «Химика-2018». К слову, всего в нынешнем году в Новополоцком-Ледовом дворце прокладывать свой путь к спортивным достижениям и новым высотам будут 322 юных спортсмена. Настроение на сезон отличное. Хочется работать, сдать, все заряды. Сделание, как всегда, в спортивных местах, как минимум, по бассейнам. Никогда не сдаваться, только идти вперед. И, сажение, трудно только не будет. А пока юные спортсмены еще только начинают свой путь в нынешнем году. Основная команда «Химика» уже показала существенные результаты, взяв бронзу в традиционном кубке Руслана Салея, переиграв витебских хоккеистов на их домашнем льду. Сам факт, что попадание в четверку, где собрались сильнейшие команды этого скоротечного турнира, уже шаг вперед. Ребята проявили характер. Большую роль сыграло именно это качество, наверное, что сплотились. Показали командный хоккей. То есть, все друг за друга бились, ложились под шайбу. Чемпионат обещает быть интересным. Все команды подровнялись. То есть, тот год уже показал, что любая команда может выиграть любую. То есть, легко не будет однозначно. Внутри команды поставлена четкая задача – постоянно поднимать планку и выходить на новый уровень. Впереди у хоккеистов регулярный чемпионат и 52 матча. А это 52 возможности показать свой профессионализм, напор и стремление к победе. К слову, чемпионат стартует уже 7 сентября, в рамках которого за 110 игровых дней будет сыграно 364 матча. Болеем за нашу команду. Антон Лещенок и Сергей Золынский. Телеканал «Звезда». Продолжение следует.